Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, которые нас посетили, друзья, которые находятся с нами, друзья, которые находятся вдали от нас, но вместе с нами в прямом эфире. Мы продолжаем тему посева сеятеля. В Палестине было много скалистой почвы, и на полях можно было увидеть, когда из почвы выходят камни. Это неблагоприятная почва. Но там сеялось семя, и, имея слой небольшой земли, все необходимые минералы и влагу, семя быстро взрастало. Выходило солнце палящее, камни нагревались, влага испарялась, и проросшее семя умирало. Христос говорил об этом, и всем было понятно. Дорогие друзья, что бы вы сделали с такой почвой, когда видите почва, и на ней много камней? Мы убираем камни. Христос, когда говорил эту притчу, 4 глава, 16-17 стихи, «Подобным образом и посеянный на каменистых местах означает тех, которые, когда услышат Слово Божие, тот час с радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянный. Потом, когда наступает скорбь или гонение за Слово, тот час соблазняются». В этой притче Господь сказал, и не всем было понятно, но Он объяснил ученикам, каменистая почва – это сердце человека. А разве может быть оно каменистым? Господь Иисус Христос, глядя на народ Лука, я прошу, Иоанн в 12 главе, 37 стих, записал такие слова, «Сколько чудес сотворил Иисус перед ними, и они не верили в Него». 40 стих, «Народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я, говорит Бог, исцелил их». Это сказал Исайя, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, и из начальников иудейских многие уверовали в Него, «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Здесь Иисус говорил не о земле, Он говорил о сердце человека. Вы заметили, что они ослепили глаза свои и окаменили сердце свое? Каменное сердце, оно не принимает Слово Божие, в него не попадает ни зерно, ни влага, и это выбор личный. Это не Бог делает, это человек, имея добрую волю, он принимает Слово или сердце его окаменело, и он не принимает Слово. Это выбор человека. Семя – это Слово Божие. Почва – это сердце человека, не только разум, сердце человека. Иисус Христос был Сеятелем добрым, Он Слово говорил. Впоследствии Его ученики, апостолы. И сегодня каждый проповедник, проповедующий Слово, и даже читая Слово, Дух Святой является Сеятелем. И от Тебя зависит, от меня зависит, насколько сердце мое готово принять, или оно окаменело. Каменистая почва – это, она имеет немного доброй почвы. Среди камней есть добрая почва. И люди, слыша Слово, воспринимают его. А потом приходит, как мы прочитали, боясь фарисеев, чтобы не быть отлученными, они не исповедовали веру в Иисуса Христа. И таким образом завяли, плода не принесли. Практика евангелизации показывает, что намного меньше нужно усилий приложить, чтобы донести Слово до слушателя, и чтобы он его принял. Намного больше усилий нужно, чтобы этот слушатель принял это Слово, укрепился в Слове, возрос и стал твердым, верным христианином, ожидающий Господа. Мы живем в 21 веке, в стране благоприятной, где вероисповедание принимается свободно. Но всегда во время Христа, когда уверовали многие начальники иудейские, в то время, когда мы жили в другой стране, во время воинствующего атеизма, и в это время всегда христианин, который услышит Слово Божие, последуя за Христом, он должен что-то отдать. Вера в Иисуса Христа, последование за Иисусом Христом, оно всегда чего-то стоит. Тысячи людей слышали Слово, приняли, а потом жизнь века, она показалась им более привлекательной, нежели следование за Иисусом Христом. Следование за Христом, оно всегда требует от христианина жертвы. Христианство требует от человека или все, или лучше ничего. Частичности не бывает. Дорогие друзья, как практически убрать камень из сердца? Чтобы принять Иисуса Христа сердцем своим, нужно убрать камень неверия. Поверить Слову Божьему. Поверить, что это Слово есть от Бога, оно живое. Чтобы стать последователем Иисуса Христа. Вы помните, Христос сказал, «Вы ученики мои, вы друзья мои, если исполняете все, что я заповедал вам». Чтобы стать учеником Иисуса Христа, последователем Его, нужно доверие. во всех условиях жизни, во всякое время, во всех обстоятельствах следовать за Господом. Апостол Петр, он говорит, что испытанная вера, она оказалась драгоценнее золота. Каждый христианин, его вера будет испытываться в жизни. В настоящее время, в нашей стране, в сегодняшнем 21 веке, не на всякой работе, не всякую профессию христианин может иметь. Интересная мысль? Не на всякой работе христианин может работать. Интересная мысль? Но на любой работе, работая христианин, должен каждый день быть испытуемым. Давление, искушение со стороны дьявола и следуем за Христом есть большая помощь. Чтобы иметь доверие Богу, нужно не только услышать Слово Божие, а знать и верить в Божье обетование и Божьи заповеди исполнять. Первое, камень неверия, можно убрать из сердца, подобно, когда сегодня сестра, она слышала Слово Божие. она верила, что она грешница по своему состоянию. Рожденная от человека есть грешный. И она верила, что Иисус Христос есть Спаситель, Который может простить и очистить. И вот этот камень убрать, эту борьбу, этот шаг сделать, это в Твоей и моей воле. Это должны мы сделать. И второе, мне очень нравится место Священного Писания, которое записано в книге пророка Иезекииль. 36 глава 26-27. Книга Иезекииль 36-27. 26-27. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти сердце ваше каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю тот, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это Слово Божие написано для Израиля. Это Слово Божие пророческое, оно написано на будущее, на скорое будущее. Мы называем на золотой век, когда народ израильский увидит, и глаза их открыты будут, и пелена у них с глаз упадет, и они увидят Иисуса. Но это Слово Божие действует со дня Пятидесятницы, со дня рождения Церкви, до восхищения Церкви. Оно действует индивидуально, Духом Святым, когда Бог работает в сердце. И вот камни сомнения, камни разочарования Господь помогает из нашего сердца удалить через Слово Свое, через заповеди Его, через обетование Его. Дорогой друг, когда ты последуешь, или ты последовал уже за Христом, что бы ни случилось в жизни твоей. Верь! Бог говорит, только я знаю намерение о вас, которые имею. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. В руке Божьей мы безопасны. Что бы ни случилось, что бы ни допустил Бог в жизни твоей и моей, верь! Он доведет. И верь, Его рука будет благословением над тобою. это сердце, из которого ты должен убрать камень неверия и прийти к Господу в молитве покаяния. И камни сомнений, разочарований Господь Духом Святым поможет тебе, и Он доведет до вечности. И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. Аминь. Мои.